Неделя спорта В преддверии четвертого этапа российской серии кольцевых гонок на автодроме «Казань-Ринг» прошел второй этап открытого чемпионата Республики Татарстан по кольцевым гонкам. За звание лучшего гонщика боролись пилоты в классах «Национальный», «Гранта Кап», «К-1600» и «Национальный юниор». Кольцевые гонки проводятся на специально построенных гоночных трассах с ровным твердым покрытием. В ходе соревнований автомобиль движется по замкнутой траектории, в отличие от таких дисциплин, как ралли, ралли-рейдеры и другие, где участники перемещаются между заданными пунктами. Перед любым заездом машины проходят строгий осмотр, который осуществляется техническим комиссаром соревнований. Первый день чемпионата Василий Кораблев, пилот команды «Парус», занимал лидирующую позицию, но во второй день Айдар Нуриев из команды «Ферекс» сумел вырваться вперед. Раис Миниханов из команды «Циберхан» не стартовал на первой гонке и тем самым уступил позицию Ильдару Фаттахову из команды «Иш Автоспорт». Результаты известны, по итогам этапа я второй, в вчерашней гонке я был первый, сегодняшняя гонка финишировал вторым. Лидировал с самого начала, ехал в гонку первым с хорошим отрывом, но по причине, так сказать, не очень хорошего качества колеса, на котором мы едем, оно разлетелось на последнем круге и пропустил Найдара Нуриева и закончил вторым. Одной из самых интересных гонок стала гонка среди юниоров. Шла тесная борьба между Рустамом Фатхудиновым, Владиславом Середенко и Ефимом Блатовым. Не обошлось и без происшествий. Машину московского пилота класса «Гранта Кап» Максима Гордюшкина, стартовавшего шестым, занесло на трассе, в результате чего он был вынужден сойти с дистанции. Двери автодрома были открыты для всех желающих, в числе зрителей было много семей. Удовольствие получили как взрослые, так и маленькие болельщики. Я за всех болею. По результату двухдневных соревнований судьи выявили лучших в своем классе. Таким образом победителями стали национальный класс Айдар Нуриев, город Казань, с итоговым результатом 140 очков. К-1600, Алмаз Хамедуллин, город Нижнекамск, 50 очков. Среди юниоров лучшим стал Владислав Середенко, город Снежный, 20 очков. «Гранта Кап» Анвар Тутаев и Сергей Лунин. Казань, показавшие лучшее время 1 минута 53 секунды 707 тысячных. Ксения Сурова, Эльвира Бурганова, неделя спорта. Как можно провести раннее утро субботы? В парке Горького предлагают прекрасный вариант сходить на пробежку, которая называется «Парк Ран». А что такое «Парк Ран» и в чем его прелесть, узнаешь в репортаже Альбины Нуриевой. Каждую субботу в 9 утра в парке Горького проходит забег «Парк Ран». Главная его особенность заключается в том, что принять участие в нем может любой желающий и абсолютно бесплатно. Достаточно просто зарегистрироваться на одноименном сайте перед первым забегом. Одним из основателей этого забега в нашем городе является Наиль Галиев. Он, как волонтер, собрал людей, которые тоже были заинтересованы в проведении парк Рана в Казани и начал его развивать. И, надо сказать, достаточно успешно. Парк Ран – это глобальный проект с штаб-квартирой в Лондоне. Мы являемся единственным парк Раном в Казани, который сейчас уже на текущий момент более двух лет. Сегодня, если не ошибаюсь, 116 или 117 забег у нас проводится каждую субботу, без исключения в любую погоду. В России достаточно много парк Ранов, в основном они расположены в Москве, но в Казани пока один. Участвовать могут бегуны совершенно любой подготовки, так как это не соревнование, а забег на время, который можно превратить в пробежку для удовольствия или же сделать с частью своей персональной тренировки. Каждый сам себе ставит цели. То есть, если человек, например, ну всегда, во-первых, начнем с того, что в беге всегда есть мотивационная цель стать лучше, чем вчера. То есть, не обязательно быть первым, но первым для себя самого. Участники признаются, что проведение забеговых с законной выходной в 9 утра ничуть не отбирает их лишние часы сна. Наоборот, такая зарядка дает потрясающую энергию и силы на оставшиеся дела и предстоящие выходные. Это стимулирует заниматься среди недели, потому как это темповый бег, и стараешься показать результат хороший, а значит, нужно среди недели позаниматься. А в большей части, все-таки суббота утра, это заряд энергии на следующие пару дней. Многие бегуны, которые уже не первый год участвуют в парк Рани, хорошо знакомы между собой. Для них это является еще одним поводом встретиться с единомышленниками и по окончанию забега пообщаться и обменяться впечатлениями от очередной прошедшей недели. Забег проходит в два круга и завершается вот на этой точке, на этой скамейке, напротив стадиона, трудовые резервы. Проект «Парк Кран» развивается с каждым разом, и бегунов становится все больше и больше. Альбина Нурьева, Алена Помаскина, «Неделя спорта». В России 27 июня официально отмечается День молодежи. И в преддверии этого праздника практически все любители спорта собрались на Кремлевской набережной, чтобы отметить данный праздник в компании друзей, занимаясь, естественно, спортом. Что именно там происходило, смотри в репортаже Екатерины Галичевой. 25 июня, в День молодежи, на Кремлевской набережной прошли тренировки по кроссфиту и воркауту, куда могли прийти не только профессиональные спортсмены, но и обычные люди, которые любят спорт, и даже самые маленькие жители Казани. Праздник открылся турниром по дворовым видам спорта на Кремлевской набережной. Соревнования прошли по двум категориям. Основная – воркаут-баттл для подготовленных участников движения, и дополнительная – подтягивание на турнике для всех пришедших зрителей и гостей. Для участия в основной соревновательной программе была необходима предварительная регистрация в официальной группе воркаута в Казани. Тренировка началась в 10 утра, и уже в это время на площадке собралось очень много людей разных возрастов. Было приятно видеть, как молодежь решила таким образом отметить приближающийся праздник. Они выполняли различные упражнения – подтягивания, отжимания, вращения на кольцах и так далее. Кто-то пришел с друзьями, а кто-то посетил тренировку, организованную одним из спортивных клубов Казани. Мы проводим тренировки в рамках проекта «Стань человеком». Тренировки бесплатные, то есть чем больше народу приходит, тем нам лучше. А люди, которые к нам приходят, они выполняют упражнения в основном из кроссфита. То есть это и бег, и работа со штангой, работа с гирями, работа с собственным весом, подтягивания, отжимания, прыжки на тумбу. Мы рассчитываем, планируем нагрузку так, чтобы упражнения могли выполнять и неподготовленные, и подготовленные, и все получили то, что они хотели. Воркаут не требует особой физической подготовки и идеальной спортивной формы. Тем не менее, все тренировки проходят под четким руководством профессиональных наставников. Но здесь присутствуют и те, кто только начинает делать свои первые шаги в карьере тренера. Сегодня только исключительно с друзьями. Решили отдохнуть, восстановиться после трудной недели и начать день с интенсивной тренировки. Нужно было сделать несколько упражнений по кругу. И чем больше кругов, тем лучше. И кого было больше кругов, тот выиграл без пары тренировок. Входили стандартные подтягивания, 5 повторений, отжимания на брусьях, 10 повторений и приседания, 15 повторений. Упражнения на турниках полезны каждому из нас. Ведь все мы хотим так или иначе улучшить свою физическую форму. Екатерина Галичева, Альбина Нуриева, Неделя спорта. Переходим к футболу. 23 июня в Институте управления экономикой и финансов состоялась конференция экономика футбола, на которой рассматривались актуальные проблемы данного вида спорта в экономической его составляющей. Подробности в репортаже Софьи Ивановой. Во время проведения матчей Кубка конфедерации 2017 в Казанском федеральном университете состоялась международная научная конференция экономика футбола, организованная под эгидой Высшей школы экономики КФУ и Российской экономической школы. В дни проведения мероприятий 23 и 24 июня ученые российских и зарубежных университетов презентовали результаты своих исследований, связанные с пересечением направлений экономики и спорта. Более того, участники форума обменялись последними научными результатами по экономике футбола, в том числе между ведущими мировыми учеными в этой области. Конференция экономика футбола, она в данный момент проходит здесь, в Казани, организована совместно Российской экономической школой, я являюсь ее выпускником, Высшей школой экономики Казанского федерального университета, она первая в таком роде, такого рода в России и очень важна именно в этот момент. Обсудили популяризацию экономики футбола среди научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов. А также на конференции поднимались вопросы организации площадки для взаимодействия ученых и практиков, которые занимаются анализом и развитием футбольного рынка. Я хотел бы отметить, что разделять эмоции экономику это уже не получается. И поведение людей, поведение экономических агентов, оно связано с эмоциями, как они себя чувствуют, как они ведут, и это влияет на экономический развитие. Так что тут какое-то такое четкое разделение не получается. Но понятно, что надо смотреть и в краткосрочном режиме, и более долгосрочном. Формат съезда предполагал узкий состав спикеров и свободное посещение конференции всеми заинтересованными людьми. Каждый докладчик имел возможность презентовать свою работу в течение 20 минут, после чего проводилась дискуссия. Конференция же закончилась культурной программой, которая включала в себя посещение матча Кубка Конфедераций. Софья Иванова, Диана Хайрулина, Неделя спорта. От экономики перемещаемся на стадион Кубок Конфедерации FIFA продолжает радовать жителей и гостей столицы Республики Татарстан своей красочной и мощной игрой. Мнения журналистов по данному турниру уже достаточно много, а вот что думают сами болельщики, узнаем прямо сейчас. Сейчас мы находимся на Кубке Конфедерации России и Мексика. И сегодня мы узнаем, какие эмоции испытали болельщики и кто одержал победу. Я не могу описать свои эмоции словами. Я очень доволен результатом сегодняшнего матча. Но одновременно мне очень обидно за Россию. Думаю, вам сейчас очень грустно. Да, эмоции положительные, потому что мы думали, что интрига умрет еще раньше. Еще до начала матча, но все-таки наш банк сыграл довольно-таки хорошо. Мы очень печально проигрышем России. Мы очень любим, восхищаемся русским духом. И мы очень рады быть здесь в России на матче Кубка Конфедерации. Я думаю, Мексика будет в финале с Чили. Мы должны взять реванш. Но на этот раз обязаны победить. Эмоции, конечно, отрицательные. Мы хотели только победы. Получилось, как всегда. Соперники достойно, но их надо было побежать. Сама атмосфера очень хорошая в Казани. Но сами эмоции, которые были получены на стадионе, они не оправдали, потому что не было победы. Все на это рассчитывали, но не получилось. Но надеемся, в следующий раз получится. Я очень довольна результатами сегодняшнего матча, потому что моя семья наполовину состоит из русских. Моя жена русская, мой ребенок тоже русский. И сейчас меня переполняют эмоции. Я знаю, что у русских очень хорошая команда. Но, к сожалению, вы сегодня проиграли, а мы выиграли. Так бывает. Извините. Это был потрясающий матч, но в самом начале мы были немного напуганы. Мы не знали, как русские будут реагировать на мексиканцев на стадионе. Но наши страхи, к счастью, не оправдались. Русские очень добрые люди, и мы по-настоящему насладились сегодняшним матчем. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока.